А перед просмотром данного ролика рекомендую ознакомиться с магазином игровой валюты BenderMoney.com. Лучшие цены, мгновенная доставка и накопительные скидки тебя приятно удивят. Играй в своё удовольствие. Ссылка есть в описании. Всем привет! И сегодня хотелось бы рассказать об обновлении, которое будет установлено следующим на официальные сервера после Хелиоса. И называется оно Великий Крестовый Поход. Основным изменением являются увеличения левел капа со 105 до 110 уровня. Прокачка же до 105 уровня была сильно упрощена. Вместе с увеличением максимального уровня была переработана система способностей. Это дополнительное пассивное умение, которое в данный момент учится за СП после достижения 99 уровня. Одной из основных проблем, хотя для кого же это проблема, ведь это же весело, являются бесконечные ПВП. Все саппорт-классы, да и не только саппорт, для своего ПВП-билда берут максимальное количество ХП и дефа со своих веток. Таким образом, учитывая возможность ставить в оружие 3 СА, дающие дополнительное ХП, а все прибавки тут уйдут в процентах, для хилеров не является проблемой разогнать более 100 тысяч ХП, что делает весь саппорт трудноубиваемым. И если в прошлых хрониках с этим легко справлялись лучники, то в Хелиосе с уменьшением их урона и повышением дефа других классов ПВП стали идти ещё дольше. С целью решить данную проблему, разработчики полностью изменили систему способностей. Теперь умения учатся не за СП. Начиная с 85 уровня, вам будет выдаваться 1 очко способностей за каждый уровень. Максимальных числов можно будет получить на 110 уровне. Сами умения тоже были изменены. Осталось деление на 3 ветки. Страж, Берсерк и Маг. Если раньше это разделение было весьма условным, и многие попросту брали полезные комбинации умений, или выбирали ветку подходящую своему классу, то теперь действительно есть выбор бустить персонажа в атаку или в защиту. Стоит также отметить, что для перехода на следующий уровень теперь необходимо выучить 5 умений на текущем. В ветке Стража теперь располагаются только защитные умения. Такие как ПДФ и МДФ, максимум ХП, защита от дебафов и стихий, а также уменьшение получаемого критического урона и урона в ПВП. Ветка Берсерка поможет усилить ваш физический ДПС. Тут увеличивается физатака и её скорость, атака стихиями, шансы и силы критических ударов, в том числе и умениями. И, конечно же, бонусный ПВП урон. Ветка Мага же даёт всё то же самое, что и ветка Берсерка, с поправкой на то, что все физические бонусы заменены на магические. Вторым важным изменением стало введение нового контента, под названием Оборона Базы Кицеруса, что находится на Грации. События проводятся каждые две недели, в случайный интервал между 9 и 11 вечера в пятницу, субботу или воскресенье. Игрокам предстоит защитить базу от нападений сил Эмбрио и в конце сразиться с Каеном, который, как нам показали в промо-ролике этого обновления, стал предателем и принял тёмную сторону силы. В случае неудачи, доступ на базу Кицеруса будет закрыт на одну неделю. В случае же успеха, будут открыты две новых зоны для игроков выше 100 и 102 уровня. Внешняя и внутренняя цитадель Мессаи. В цитадели находятся два рейдбосса. Дропом с финального босса можно получить оружие Хелиоса и экипировку Айдиоса, а также сундуки крафта, эса и расходники. Ещё одним приятным дополнением стало введение в игру книги монстров. После убийства монстров он добавляется в вашу книгу, где содержится информация о запасе ХП и МП, внешнем виде, месте обитания, а также дроп-лист. С каждым убийством определённого монстра повышается уровень его изучения, за которое вы получаете дополнительный опыт и СП. Пожалуй, на сегодня информации по обновлению будет достаточно. И если вам тоже, как и мне, интересен путь развития годовских хроник, обязательно ставьте лайк, и мы для вас сделаем вторую часть. А если вы впервые на этом канале, то не забудьте подписаться на него, ведь тут выходят достаточно интересные видео, посвящённые году и не только. Ну а на этом всё, с вами как всегда был Вайт, пока-пока!